Уже год с тростью, а до этого полгода прикованной кровати. Антон Кузьмин Вахтовик. 16 лет трудился машинистом на добыче полезных ископаемых. Но 20 февраля 2019 года стало его последним рабочим днём. К концу работы, отъезжая назад, я почувствовал отказ рулевого управления и тормозов. В итоге на скорости машина вылетела с площадки в обрыв, где я пролетел по подсчётам около 20 метров. Итог аварии – перелом таза, шейки, бедра, вывих плеча и черепно-мозговая травма. Пока мужчина лечился, прошло расследование несчастного случая. Антона признали виновным на 25%. Однако мужчина считает, если бы на краю участка сделали предохранительный вал, он бы не упал с обрыва. Также Антон уверен, что в его деле много нестыковок. Машина указана не та, на которой я в действительности разбился. Дальше по документам, где было указано, не мои подписи. Подписи под черка не соответствуют. Это видно невооружённым взглядом, но это всё-таки я сбегать далеко не буду. Это всё-таки основание для производства дополнительных судебных экспертиз. Инвалидом после несчастного случая на руднике стал и Олег Спирин. Он коллега Антона, подземный проходчик с 15-летним стажем. В апреле 2019-го его завалило плитами в шахте. Я понял, что значит сзади что-то падает. Я успел только спину выпрямить, мне удар пришёлся слева по спине. Медики софиксировали перелом таза, трещину в бедре и разрыв уретры. Полгода мужчина не ходил, потом встал на костыли. Он считает, что обвал произошёл из-за отсутствия креплений кровли в шахте. Наша артель придумала свои акты экономичные, без крепления якобы. Она не обеспечила мне безопасность. Он тоже подозревает, что его подписи подделаны. Как такое могло произойти, мы пытались узнать у специалистов. Расследование двух несчастных случаев проводила комиссия под председательством Ростехнадзора. Однако мы уже неделю ждём от них ответа. Отписали подготовить ответ именно руководителю. Срок исполнения плановой даты 30.07. Пострадавшие мужчины настаивали на повторном расследовании. Для этого они обратились в трудинспекцию. В настоящее время по обращению одного из работников проводится дополнительное расследование несчастного случая. Второму же в проведении дополнительного расследования было отказано, ввиду того, что ранее он с аналогичным вопросом обратился в суд. Судебные разбирательства идут по делу Кузьмина. Артель старателей «Западная» на наши вопросы ответила только письменно. Да, действительно, на приштальневой площадке отсутствовал предохранительный вал, так как это были лишь первые метры проходки. Комиссия по расследованию был предъявлен оригинал паспорта транспортного средства, на котором работал Кузьмин. Утверждение Антона Кузьмина о подельности его подписи является лишь его домыслом. В месте, где производил работу Спирин, действительно не было крепления, так как оно там не требовалось. Он производил оборку заколов по кровле. Там просто не устанавливается крепление перед взрывными работами. Это рабочий технологический процесс. Все подписи от имени Спирина проставлены им собственноручно. Тем временем несчастными случаями заинтересовался Следственный комитет. Сейчас идет доследственная проверка. Ее результаты будут через 30 дней.